здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте владыка добрый день уже не раз говорили о духовной литературе как правильно необходимо читать ее да и сегодня вновь возвращаемся к этой теме владыка в духовной литературе есть потеряки чем эти произведения христианской литературы отличается от других потеряки от латинского слова патер отец русском переводе в славянском они называются отечниками буквальный перевод это повествование о жизни святых отцов к словам это преподобные монашествующие которые жили в древние времена патерики начинают складываться где-то века с четвертого и основной корпус к восьмому девятому векам уже складывать это изречение или святых отцов или же какие-то истории из их жизнь описания вот интересные назидательные вот они передают опыт духовной жизни и так очень наглядно показывают что такое человек живущий по евангелию по заповедям божьему часто говорим вот западе божий западе больше что-то такое вот что происходит с человеком который по западе божьим живёт что происходит с человеком который отказывается от того что в мире ради Бога. Опять же, тоже мало понятно для большинства людей. И раньше было мало понятно, и в наше время тоже это не очень понятно. А потеряки, они раскрывают перед нами этот образ человека, очищенного от страстей и умудренного не мирской мудростью или философией, а благодатью Божией. Это совершенно особое, очень глубокое чтение недаром, оно было во все века очень любимо православным народам во всех христианских странах. Потом даже всякие подражания потом и этим потерякам Монтейн, Ларошуко, Максима это все подражания потерякам. Да, такие краткие изречения это фактически жанр потеряка, только уже в новом, таком секулярном варианте. И предназначены они не только для монашествующих, как иногда кажется некоторым, а для всех христиан. И были всегда очень популярны в христианской среде, необыкновенно популярны среди мирских людей. И во многом поддерживали этот интерес к монашеству. И я думаю, что нет ни одного человека, принявшего решение стать монахом, который не читал бы потеряков и в свое время не вдохновлялся этим чтением. Я думаю, что это такой основной побудительный мотив для тех, кто принял монашество. А какие бывают потеряки, может, назовете? Ну, их много. место происхождения или это Синайский потеряк, Алфавитный потеряк, Духлук Духовный Иоанна Мосха. Есть сборники, ну, например, знаменитый сборник Добротолюбия. Это на самом деле хрестоматия святоотеческих текстов. Есть разные составы Добротолюбия. Вот в нашем классическом, который мы сегодня знаем на русском языке, его составлял святитель Феофан Затворников. Там пять томов и там есть такие избранные места из всех потеряков и отечников. Есть очень хороший отечник епископ Игнатий Бринчанинова. Это тоже такой сборник, причем с очень интересными, очень глубокими его комментариями. Составлен тоже из самых разных потеряков. А у вас, Владыка, есть любимые истории, цитаты из отечников. Есть очень много. Я могу взять отечник просто и читать его до вечера здесь, потому что там все очень интересно, все очень глубоко и все очень назидательно. Есть знаменитая история про Герасима Иорданского, его льва, знаете, наверное, у Лескова есть такой рассказ, старец Герасима и его лев. И есть в Луге Духовном. Это повествование об одном старце, который жил в монастыре на берегу реки Иордан в обители и однажды увидел, спускаясь к реке, увидел льва, который ревел и так плакал, у него была какая-то большая заноза в лапе и опухла она. Старец испугался, конечно, но перекрестился, подошел ко льву, вытащил эту занозу, перевязал его и ушел. Потом лев пришел к нему и благодарил. Он как-то так с ним с львом подружился, даже ему хлеб давал кушать. Лев приходил к нему, а у старца был осел, которым он возил воду из реки в монастырь. В монастыре жили еще братья. У старца было такое послушание у Герасима. И однажды лев проходили погонщики верблюдов, караван проходил, и украли осла. А тут же через какое-то время показался лев и притащил старцу уздечку от этого осла, который нашел. Старец Уэзи говорит, что съел осла, жив господь, будешь теперь ты воду носить братья. И навьючил на льва эти бурбюки для воды как на осла и начал носить на нем воду. Лев подчинялся и вот так они жили какое-то время, лев носил воду. И так до смерти старца лев был с ним и потом старец когда умер, а льва не было где-то, лев пришел, ищет старца, ходит по монастырю, рычит, братья ему говорят, умер наш старец, покинул нас, говорит, вот, привели его на могилу. Лев понял это на этой могиле, плакал-плакал, да и помер от этого. Вот такой вот рассказ интересный. Очень интересный поучительный рассказ, его знают все. Но есть и непонятные современным людям какие-то цитаты из древнего Патерика. Вот, например, Блаженный Григорий говорил, что от всякого человека, получившего крещение, Бог требует следующих трех условий. Правой веры от души, истины от языка и целомудрие от тела. А что-то непонятно? Бог от всякого человека, получившего крещение, требует трех следующих условий. Правой веры от души, чтобы душа была христианка, чтобы в те времена, когда составлялись Патерики, было очень много всяких ересей. Ересей огромное количество было. И вот очень было важно сохранять правую веру, правое исповедание, чтобы не уклониться ни к монофизитам, ни к монофизитам, ни еще к кому-то. Тогда их очень много было. От языка истины значит никогда не лгать, а всегда говорить правду. И целомудрие от тела понятно, что такое, сохранять целомудрие. Да, вот, крещеный человек должен исповедовать правую веру, никогда не лгать и говорить истину, и быть целомудренным. Следующая фраза. Аввадиадох говорил... Аввадиадох говорил... Аввадиадох говорил, как в бане часто отворяемые двери скоро выпускают жар вон, так и душа, если желает часто говорить, то хотя бы говорила и доброе, теряет собственную теплоту через дверь язычную. Да, когда человек ведет внимательную жизнь, и достаточно глубоко навык в борьбе со своими страстями, с помыслами, то все внешнее, все внешние впечатления, они рассеивают его, они его уничтожают труд, который он прилагал для того, чтобы собрать себя воедино. Это достаточно сложное занятие, мы просто им не занимаемся. А если мы попытаемся собрать самих себя внутреннее, то увидим, как это сложно, и этому все мешает. И в том случае он говорит о том, что если мешать, будет и разговор, даже разговор о каких-то добрых вещах, даже какая-то беседа, допустим, с такими назидательными целями о спасении, еще о чем-то. Если человек занят, если его делание заключается в хранении самого себя, внутреннего человека, то ему не рекомендуется даже и говорить о правильных хороших вещах, потому что выхолаживается содержание души, и все. Как в бане. Если открыть дверь, то она остынет, так и здесь. В потеряках очень много говорится о памяти смертной и о плаче. Сегодня об этом говорить не принято. Это очень тяжело и вызывает негативные эмоции. Что имеется в виду, и как это перенести на современную жизнь? Замечательные слова тоже из потеряка. Помни последнее твоя, и вовек не согрешишь. Это памяти смертной. Ну и древние, и даже еще в античности говорили о том, что необходимо помнить о смерти. Человек, который помнит о том, что он смертен, конечен, несколько более правильно относится ко всему, что встречает в его жизни. Он не так продается всякого рода страстям, удовольствиям и всему прочему. И помнит о том, что чем бы он ни занимался, какие бы усилия он ни прилагал, конец один все равно. У любого человека. Это так отрезвляет, по крайней мере, призвано к тому, чтобы отрезвлять людей. Сегодня люди боятся вспоминать о смерти, стараются ее как-то убрать из своей жизни. Даже говорят, ой, что это вы покойники, у нас дети маленькие, ну и что, дети маленькие, что они должны видеть покойника? Ни в коем случае. Сейчас вот такое господство, это отношение к смерти. Это правда. Но это неправильно, потому что смерть это то, чего никто из нас не избежит, помнить о ней надо. И соответственно это будет помогать человеку как-то правильно ориентироваться в ценностях этого мира. Еще цитаты хочу вам зачитать. Тот же Ава Макари сказал, если ты, делая кому-либо выговор, придешь в гнев, то удовлетворишь своей страсти. Таким образом, чтобы спасти другого, ты не погуби себя самого. Да. Бывает так, что человек по своему какому-то положению обязан делать кому-то замечание. Ну, начальствующий, скажем, игумен в монастыре или духовник, или, я не знаю, начальствующий в любом. Можно делать замечание спокойно, преследуя только одну цель – помочь человеку и научить его. А можно, если у меня внутри кипит все, можно высказать все, что накипело, и удовлетворить страсти, страсти гнева, которая живет в моей душе. Вот. И если я это сделаю, то пользы от моего назидания, пользы от моего замечания никакой не будет. Во-первых, человек обидится и разозлится и ничего не сделает. И, во-вторых, я погублю свое, вот, то самое устроение, о котором мы только что говорили, потому что для монаха оно очень важно. Это, собственно говоря, одна из основных целей его жизни. Вот это внутреннее устроение, невозмущаемое страстями. Вот. А то человек просто потеряет себя и не приобретет ближнего. Еще сказал старец, брат спросил Авву Памва, хорошо ли хвалить ближнего? Памва отвечал, хорошо, но лучше молчать. Да. А разве непонятно, здесь что-то? По-моему, очень хорошо. А тот же Авву Памва сказал еще очень хорошие слова. Авву Памва, если ты хочешь приобрести покой, то не найдешь его. А вот если будешь убегать от него, то он погонится за тобою. Тоже вот, да? Если ты будешь искать покой, то ты не найдешь его. А если ты будешь убегать от него, он погонится за тобой. Вообще, изречения Авву Памва очень глубокие, очень интересные, и надо просто взять добротолюбие и там прочитать их. Так же, как Пимена Великого. Тоже, это один из самых глубоких подвижников и самых глубоких отцов. Ну, еще одну фразу, выражение. Один из отцев, увидев некого согрешающего, сказал с громкими слезами, сей ныне пал, а я завтра. Это то, как мы должны относиться к грехам окружающих людей. Даже, ну, во-первых, просто их надо не замечать. Но если это невозможно их не заметить, то нельзя осуждать человека. Сказано, как он пал сегодня, так я паду завтра. Для того, чтобы в себя не возгордиться, что ты лучше того человека, который сейчас согрешил, который совершил какой-то грех, он его сейчас согрешит, а я завтра согрешу этим же самым. Или еще хуже. А вот еще у Пимена великого замечательное выражение. Еще брат спросил его, если я увижу грехопадение брата моего, хорошо ли скрыть его? Старец говорит ему, когда мы покроем согрешение брата своего, и Бог покроет наше согрешение, а когда мы обнаружим грех брата своего, то и Бог объявит всем наши грехи. Очень хорошее наблюдение, даже не просто замечание, наблюдение такое за тем, что происходит в жизни человека. Спасибо, Владыка. Я думаю, этот разговор надо нам продолжить еще в одной передаче. В следующий раз я возьму просто добротолюбие с собой, и мы минут 10-12 почитаем на самые какие-то такие интересные места оттуда. Хорошо. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова